Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать в сегодняшнее видео. В последнее время было очень много разговоров и обсуждений на тему того, читер я или нет. Использую ли я шахматные подсказки во время партии против очень сильных шахматистов на турнирах на сайте Chess.com. Ведь против очень многих шахматистов высокого уровня мне удавалось сыграть успешно. И сегодня мы это проверим. И проверим мы это на примере моей игры против ботов на Chess.com. Мы проверим, насколько могут подсказки помочь в партии на Chess.com. Нет, я не собираюсь читерить против людей, скажу сразу. Но мы проверим, насколько подсказки в игре против ботов, которые разрешены на сайте Chess.com, там можно поставить опцию с подсказками, могут помочь во время партии. И насколько ходы человеческие и смысл ходов компьютера отличаются от человеческих. Компьютерные от человеческих. В любом случае, друзья, приятного просмотра. Погнали! И первым делом мы сыграем против бота Hikaru Nakamura. У него рейтинг на сайте 2820. Мой рейтинг 3006. Не смотрите на это, потому что это рейтинг по пуле. А у Hikaru рейтинг по классике. То есть, понятное дело, что этот бот играет намного сильнее меня. И сейчас мы его проверим. Я поставил рандомный цвет, и мы ставим дружескую партию. То есть, можно смотреть какие-то подсказки, когда вам это надо. Давайте начнем. Я играю белым цветом. Итак, я пойду с ним E4. И я буду смотреть, что предлагает компьютер. Но я думаю, мы сначала расставим дебют. И дальше, когда позиция станет сложной, то, по крайней мере, пока что мы сыграем по теории. А когда позиция станет сложной, то мы будем спрашивать у компьютера мнение его. И будем сравнивать его с моим мнением. Точнее, сначала я спрошу... Ну, сначала я скажу вам ход своих мыслей, а потом уже то, что компьютер скажет. Итак, ход C3 это был гамбит Геринга. И Hikaru Nakamura уже озадачил меня ходом ферзь E7. Насколько я помню, такая теория существует. Но я здесь хочу сходить слон D3, чтобы защитить эту пешку. Кстати, из теории мы вышли довольно-таки рано. Обычно теория идет там дальше и дальше и дальше. Но в гамбитах теория очень часто может закончиться рано. Суть в том, я не могу бить пешку на D4, потому что висит пешка на E4. Поэтому я пойду пока что слон D3. Ну, можно, кстати, спросить подсказку у компьютера. Но я уверен, что этот ход теоретический. Поэтому мы даже пока что этим заниматься не будем. На взятие я иду так. На ход D5, да, здесь у меня ничего сложного. В принципе, я могу просто делать рокировку. Потому что на взятие пешки я побью слоном. И на взятие ферзем я буду играть ладья E1. Да, Хикару забирает. Вот тут уже любопытно, потому что я могу просто забрать конем пешку. А могу сыграть ладья E1 с идеей потом забрать коня на C6 с шахом и выиграть его ферзя. Давайте проверять, что произойдет в этом случае. Может быть... Не знаю, ладья E1 можно, конь C3 тоже можно. Ладья E1, он скорее всего сыграет слон E6. И тогда я побью конь C3. Ну, давайте проверим. Ладья E1 сначала сыграем. Да, слон E6 сыграно. И теперь пора уже забирать пешку. Вот примерно с этого момента мы будем смотреть, насколько я буду угадывать ходы компьютера. Итак, ферзь D7. Интуитивно, на первый взгляд, мне кажется, что ферзей менять не стоит. Потому что у меня не хватает пешки. И интуитивно хочется пойти куда-то в ферзь А4. Естественно, черный планирует рокироваться в длинную сторону сейчас. Поэтому мне хочется предотвратить это. Соответственно, либо ферзь А4. Но ферзь Б3 у меня нет хода. Поэтому ферзь А4 выглядит самым, наверное, разумным. Хотя, кстати, ферзь Б3. Я сейчас начал думать об этом. И если слон бьет Б3, то слон бьет С6, нападая на его ферзя. Он закроется слоном обратно. Я побил ферзя. Он побил королем. Ну, и это мне ничего не дает. Конь Е5. Король просто спокойно уходит. Вроде бы там ничего у меня нет. Поэтому я хочу пойти здесь в ферзь А4. Ну, давайте проверим, что компьютер на этот счет думает. Нет, компьютер говорит слон бьет С6, кстати. Но вот это интересно. А, ну я понял. Идея в том, что на слон Б6, если он бьет ферзь Б6, то будет конь Д4. Двойной удар на слона и ферзя. И я могу забрать слона. Ну, как-то там подровнять. Но я буду делать свой ход, потому что я уже вам сказал. Я буду играть именно по-своему. А подсказка компьютера, я буду ее брать и смотреть, насколько мои мысли совпадают с компьютерными или нет. Теперь, на первый взгляд, хочется пойти конь Ж5. Надавить на слона на поле Е6. Его потом забрать и испортить ему пешечную структуру. Проверяем, насколько я прав. Нет, компьютер все-таки хочет бить на С6. Он все хочет сдвоить эти пешки и коня на Д4 ставить. Но я пойду конь Ж5, как я и запланировал изначально. Конь Ф6 сыграно. Теперь, скорее всего, нужно забирать. Хотя еще интересно выглядит какой-то ход в стиле слон Ф5. Чтобы потом на взятие уже тогда побить. Или забрать. Он бьет пешкой и тогда слон Ф5. Но, правда, тогда он сыграет конь Д8. И защититься. Хотя там слон бьет Е6. Ведь есть ход у меня. Кстати, мне моя позиция нравится, если честно. Я понимаю, что этот бот сильнее меня играет. И, скорее всего, он меня обыграет. Но мне пока моя позиция нравится. Я хочу пойти слон Ф5. Либо конь бьет Е6. Ну, я бы остановился на ходе слона Ф5. Проверяем, что скажет комп. Слон Ф5, да. Тут я бы угадал. Конь Д4. А, конь Д4. Этот ход я вообще не видел. Потому что я думал, что мой ферзь тут держит. Но ферзь Д4 будет слон бьет Аш2. Естественно, простая тактика. И потеряется ферзь. Так, друзья. Ну что, в этой позиции, конечно, хочется либо конь бьет Е6 побить, либо слон бьет Е6 на первый взгляд. Ну, скорее всего, взял, взял, взял. Или побил, побил, побил конем. Он побил на А4. Я побил конем тоже. Побил, побил, побил. Ну, давайте побьем. Наверное, я думаю, конем надо бить здесь. Ферзем на Д7 бить. Большого смысла нет. Будет просто король бьет Д7. И придется менять потом на Е6 слонов. Вот. Можно побить просто конем. Можно побить просто слоном. На чем мне остановиться? Ну, давайте, если я бью слоном. Он бьет пешкой. Я бью конем. Он бьет конем. Я бью ладьей. Ну, давайте я побью, ладно, слоном. А, что скажет комп? Конем хочет бить комп. Ну, ладно, я побью слоном. В принципе, я здесь оба хода рассматривал. Да, он все равно бьет так. Я хотел побить конь Е6. И на конь Е6 пойти ладья Е6. А если я здесь играю конь Е6. И он бьет ферзя 4. То я хочу в промежутке побить конь Д4. А потом уже побить его ферзя. Проверяем. Ну, давайте комп. Да, конь Е6 правильно. И ладья Е6, я думаю, надо, конечно, тут забирать. Ну, компьютер, да, то же самое. Отлично. Да, он отходит. Теперь у меня висит ладья. Я могу либо отступить ладьей, либо могу просто поменять ферзей. И тогда он побьет тоже здесь. Ну, в принципе, и то, и то логично выглядит. Правда, на взятие он побьет. У меня ладья висит и придется ей отступать. А если я сразу отступаю, минус в том, что после взятия-взятия мой конь на краю. Но, насколько это большой минус, я хочу пойти сюда ладьей. Проверяем, что говорит комп. Ладья Д6. Офигеть. Вот этот ход я точно не видел, друзья. Смотрите. Зачем ладья Д6 комп хочет сходить? Я не понимаю пока. Ладья Д6. ЦД. И что дальше? Вот такие ходы мне совсем непонятно. ЦД. А дальше как? Ферзя 5 шаг, что ли? Ну, вот тут какая-то жертва забубенная. Может быть, просто побить-побить и отступить ферзем там на Д4 в центр. И типа поддавливать на его позицию. Но это очень странная тема. Вот вам и разница, друзья. В мышлении между компьютером и человеком я просто отступлю все-таки. То есть, я, как и говорил, буду делать свои ходы. Ну, тут понятно, что надо бить. Других не может быть возможностей. И давайте, наверное, просто выведем слона. Я хочу вывести слона, чтобы защитить ладьей ладью и подвязать здесь коня. Что скажет комп? Слон Е3. Компьютер хочет не менять ладьи. Мне, кстати, слон Е3 ход не очень понравился из-за возможностей типа конь Ж4 с нападением на Х2 и на Е3. Поэтому я буду делать свой ход. Так, он ходит сюда. Ну что ж, теперь нужно играть либо как-то Ф3, чтобы короля к центру подтягивать, либо вообще меняться на Ф6. Я хочу Ф3 пойти. Ф3, потом короля подтягивать к центру. Что скажет компьютер? Коня возвращает на С3. Ну, в общем, пока я не очень угадываю первую линию компа. А, ну вот, видимо, конь С3 надо было, чтобы коня на Д5 не пускать. Ладно, все нормально. Ладью на Д1 можно подтянуть. Побили, побили. Да, конь Д5 хороший ход. Теперь он хочет Б5. И если я отступлю назад на С3, то он мне сдвоит пешки. Вот так вот по крупицам Хикар у меня тут и перекат. Ой, я забыл у компьютера взять подсказку. Ну ладно. Тут понятно, что надо бить. А, он даже в такой эндшпиль переходит. Интересно. Ну, мне надо бить. Иначе я, конечно, могу отступить на Д1. Но тогда в будущем он ладьей на Е2 сможет врываться. Что скажет компьютер? Да, компьютер говорит, надо бить. Я согласен с этим тоже. Король побил. Теперь я хочу пойти король Ф2. Но надо смотреть, может ли он побить пешку на Х2. Потому что тогда я Ж3 его подпер. И хочу поймать слона. В принципе, можно рискнуть. Давайте попробуем. А что скажет комп? Слон Д2. Кстати, слон Д2 я тоже об этом думал. Но вот я не знал, насколько это в приоритете. Слон Д2, Б5 и конь С3. Чтобы навзять и бить слоном на С3. Ну ладно, я пойду по-своему. Поскольку я уже вам рассказывал условия нашего договора. Ну да, теперь он ходит С6. Укрепился просто. То есть на Х2 он забирать не хочет. Теперь вот я пойду слон Д2. Не потому что там комп это сказал предыдущим ходом. А просто потому что я сам в принципе тоже думал об этом ходе. Но пока решил пойти именно король Ф2 к центру. Теперь у меня полезных ходов особо нет. Х4 или слон Д2. Между этими можно выбирать. Но давайте так. На взятие все еще Ж3. Поэтому этого я не боюсь. Так, теперь я хочу пойти наверное либо конь С3. Либо Х4. Ну конь С3 смотрится логично. Х4 тоже смотрится довольно таки логично. Чтобы пешка просто ушла из-под боя. Но конь С3 на размен. Ну давайте я скажу свой ход. Итак, мой ход будет конь С3. Пускай. Теперь смотрим что скажет комп. Конь С3 да. Ну хорошо. Если честно я не думаю что большая разница есть между конь С3 и Х4. Вот он пошел кстати поддавить. То есть он хочет давить на мою пешку Б2. Если я меняюсь, меняюсь. Пешка Б висит. И пешка Аш там. Ну пешка Аш ладно не висит. Допустим если я меняюсь, меняюсь Б3. Соперник короля подтянет к центру. Я там Х4. Соперник еще короля как-то подтянет к центру. Но я своего на Д3 поставлю. По идее надо меняться. Что скажет комп? Да, меняться надо. И ходим тут. Мой ход Б3. Что скажет компьютер? Да, Б3. Отлично. Бить на Аш2 все еще нельзя из Ж3. Вот и тут я думал пойти Аш4. Хотя Аш4 конечно фиксанет пешку на черном поле. То есть по хорошему так наверное не надо ходить вообще-то. Потому что будет Аш5. И потом если условно Ж4 он пойдет Ж6. Ну правда я пойду там где-то Ф4, Король Ф3. То есть может быть ничего плохого и нет в этом. По крайней мере если Аш4, Аш5 успею поставить. И потом Ж4. То вот это может быть тоже неплохо. Аш3 немножко пассивно мне кажется. Я хочу Аш4 пойти друзья. Но посмотрим что скажет комп. Аш3 комп говорит. Ну ладно я пойду Аш4. Может быть это позиционно окажется ошибочкой. Но мы проверим. Я просто хочу все пешки сюда выставить. Хочу Ж4 пойти. Что скажет компьютер? Слон Ж5. Но вот насчет Слон Ж5 я не знаю. Потому что там всегда нужно считать что получится. После размена слонов и перехода в эндшпиль пешечный. Поэтому я этот ход даже рассматривать особо не хотел. Чтобы сильно долго не считать. Но вот он пошел сюда напал на пешку. Теперь у меня есть король Ж3 ход. Есть ход Аш5. Аш5 побил побил король Ф5. Его король явно более активный чем мой. Король Ж3 логичнее. С точки зрения активизации короля. Но я тогда конечно оставляю тут ему возможности играть по центру своим королем. Поэтому у меня будет чуть-чуть более опасный эндшпиль. Аш5 побил побил. Король Ф5. Король Е2. Тут надо уже прям всчитываться в позицию. Слон Е1. Слон Ф4. Король Д3. Король Ж5. Король Д4. Ну где-то я рассчитываю на то что съем его пешку. Может быть он съест мою. То есть может быть и Аш5 нормальный ход. Но король Ж3 выглядит тоже не дурно. Король Ж3. Король сюда. Там где-то он правда Д4 начнет задвигать. И у меня нет хода Ф4. Потому что король Е4. То есть король Ж3. Король Е5. И тут нужно какой-то делать ход. Потому что Ф4 нельзя. А на слон С3 будет Д4. Ну ладно. Я бы все-таки Аш5 пошел. Смотрим мнение компа. Мой ход Аш5. Да. Компьютер тоже так говорит. Ну понятное дело надо бить. Комп. Тоже согласен. Король Ф5. Король Е2. Я считаю. Вот. Мне тут кажется что нужно ходить король Е2. И на слон Ж5 отступать слоном там куда-нибудь. На Б4. На Е1. Мой ход король Е2. Смотрим что скажет комп. Король Е2. Правильно. В Эншпиле. Тут все-таки у меня какие-то ходы совпадают с компом. Меняться я думаю точно плохо. Потому что он поменяется. Король Е3. И он побил король Д4. И он просто первый еще съел у меня. И пешка сильная. Поэтому меняться нельзя. Нужно куда-то отступать слоном. Поле Ц3 мне не очень нравится. Потому что в вариантах он может там слоном условно отступить. И потом королем подойти к моей пешке Аш. Поэтому интуитивно. Если честно. Мне больше всего нравится поле Е1. Оно безопасное. Держит где-то вот эти поля. Где-то можно слона на Ф2 поставить. И я нигде не попаду под шах и под размен. Поэтому можем проверить что скажет по этому поводу компьютер. Слон Е3. Так, ну вот этот ход я бы не сделал точно. Потому что после разменов. Слон Е3, король Е3, король Е3, король Ж5, король Д4, король Х5, король Д5. Нужно долго считать этот вариант. Король 6, король Е6. Там толкать пешку. Ну да, я понял что это нормально. Но я бы так не пошел. Просто потому что нужно это долго считать. Ну а в принципе там в интернет партиях считать долго. Особенно если бы это был Блиц. Я бы не хотел. Поэтому я просто отступлю назад. Может быть это кстати фатальное решение. Оно может сильно повлиять. Ну и вот тут я думал король Д3 играть. Король Ж5, король Д4. И слонов сохранять. Давайте скажем, смотрим комп. Слон Х4. Кстати, комп предотвращает ход король Ж5. Это тоже умно. Наверное это умнее, чем то, что я хотел сделать. Но мой ход король Д3. Поэтому я его делаю. А, ну я понял. Сейчас король Ф4 наверное. Хотя король 4, король Д4. Побил, побил. Не, он так все-таки пошел. Ну в принципе. Тут у меня что остается? Король Е2 я же не пойду. Потому что где-то пешка Д пойдет меня таранить. И у меня у короля там плюс-минус Цуксванг будет. Или король Е2, король Ж5 банально. Поэтому король Д4, король Ф3, король Д5, король Ж4. Слон Ф2 напал на пешку. Б6, король С6. Ну, выбора у меня нет. Надо идти король Д4. Что скажет компьютер? Да, король Д4. Тут уже непонятно. Может у меня уже и проигранная позиция. Так, ну надо бить пешку по-любому. Комп согласен со мной в этом. Кстати, да, слон Е3 был хороший ход. Теперь он мне не дает нигде нападать на него, на его пешку А7. Это было сильно со стороны бота Хикару. Интересно, есть ли у меня шансы еще спасти эту позицию? Давайте посмотрим. Королем сюда бежать? Ну, как вариант. Король Д6, король Ж4, король С7. Там какой-то Б5, допустим. Давайте посмотрим, что получится. Что скажет комп? А4. А, ну тоже умно. Отфиксировать пешки по беленьким, чтобы он не мог Б5 пойти. Ну ладно, поскольку я уже сказал свой ход, я его и сделаю. Да, компьютер, конечно, точнее меня. Король С7. Или тут, кстати, можно тоже А4 фиксануть, чтобы Б5 не было. Король С7, Б5. Там А4. Если мы пешек достаточно поменяем, то, в принципе, ничья возможно. Ну или тут давайте А4, все-таки надо сходить. Ну, кстати, даже получается немножко нечестно, что, если я знаю предыдущий ход компа, то и тут, в принципе, А4 ход логичный. Ну ладно, давайте посмотрим. Король Е6. Нет, ну так я бы точно не пошел. Я только что пошел король Д6, а теперь ходить король Е6. Вот вам и разница, друзья, между человеком и компом. То есть комп может сделать ход, а потом признать свою неправоту, допустим, и пойти в другую сторону. Или, допустим, если я сделал свой ход, то комп все равно настаивает на другом маршруте. Поэтому не получается совмещать, ну, редко получится совмещать компьютерную игру человеческую. По крайней мере, у меня здесь не получается, как вы видите. Ну давайте А4 пойду. Я уже сказал, что это был мой ход. И моя идея просто король С7 теперь, попытаться эту пешку съесть. Если Б6, то, наверное, король Б7 нападу там. А, он же А5 отфиксирует. Значит, наверное, король С7, Б6, Б4 надо будет сыграть, чтобы пешку на А7 фиксануть. Ну давайте попробуем. Король С7, я думаю, мой ход нормальный. Ком говорит Б4 сразу. Ну, я не уверен, что будет какая-то разница. Давайте король С7. Потом на Б6 хочу Б4 пойти. Вот, тут теперь мой ход Б4. Да, Б4. Как я и до этого считал. Тут получилось все нормально. Ого, Б5 здесь. Да, иначе я бы уже сам Б5 фиксанул и королем подошел. У меня были бы там шансы на победу даже. Ну, на победу не знаю. Да, вот теперь он отдаёт Б5. Ну, пешку на А5 ставить я точно не хочу, потому что мне потом не добраться будет до пешки А. Плюс у меня пешки по чёрным полям будут. Это плохо. Наверное, надо бить АБ. С другой стороны, если я побью АБ, то как я буду потом съедать его пешку А7 все равно? Допустим, АБ, король Ж4, король Б7, А5. Слон С3. С3, А4, слон Е5, А3, слон Б8, слон Ф4, пробил, пробил, король А7, А2, Б6, Х1, Б7. Я проиграл. Похоже, что... Но не знаю, А5 не выглядит сильным. Да, Б5 очень сильный ход был. Это я упустил. А если А5, допустим, король Ж4, король Б... А, погодите, А5, король Ж4, король С6 ведь. А5 сюда. Если А4, то я там пожертвую король А6. Да, он должен будет слонов менять. Ну ладно, А5, видимо, надо играть, кстати. Изначально я этот ход недооценил, но, наверное, надо доходить. Либо всё проиграно уже. Да, комп тоже говорит А5. Давайте проверим. Смогу ли я удержать ТН-шпиль. И я думал, король С6 тут играть. Ну, другого у меня особо не видно. Да, комп тоже самое говорит. На пешку нападаем. Ну, я думаю, надо бить. Слон Ж3, говорит, комп. А, ну, видимо, перейти на эту диагональ, я понял. Ну, ладно, я побью. В любом случае. Раз я уже сказал, что это мой ход, значит, это мой ход. Тут я думаю, король А6 надо ходить. Другого я не вижу. Комп король С4, говорит. Блин, наверное, король С4 спасает партию. Но я даже не стал считать. А надо было посчитать, посидеть подольше. То есть, идея в том, что если он где-то король Д3, слон Ф2, слон С3 перекинуть. Да не, в принципе, я пойду король А6. А король А6 я что, проигрываю? Я вот пока не вижу, как именно. Допустим, король Ф3, Б5, слон Ф2, взял, взял, Б6, АБ, АБ, АШ4. Да не, я не проигрываю. Да, значит, нормально, король А6. Но это и был мой ход. Ну, Б5, я думаю, надо ходить. Да, Б5. Ну, и я думаю, надо бить и Б6. А, так все, друзья, я спасся. Я-то думал, комп тоже говорит, да, бить. Все хорошо. Ну, и тут... Тут мое мнение с мнением компа совпало. И ничья. Ну, что ж, интересная получилась партия. С учетом того, что я сыграл Гамбит. Как видите, было много интересных моментов. Тут у него были какие-то ошибки. Но сложно было так уж прям подметить сразу, потому что... 92. Точность получилась. Ферзь Е7 ошибка, кстати, говорит компьютер. А, так я с дебюта вообще просто выиграно стоял. Я почему-то думал, что это какая-то теория, раз бот так играет. Видите, когда с ботом играешь, никогда не знаешь, где он играет правильно, а где нет. Я вот помню, что комп мне рекомендовал... Да, конь Д4, блестящий ход. И здесь что-то комп... Вот тут он рекомендовал жертву на Д6. Я не мог понять, в чем идея. Просто ферзь Д4, сори. Ферзь Д4 и давим сюда. Но это вот сложно. Сложно. Может быть для классики, но для интернет-блица точно сложно поднять. Ну ладно, в общем, друзья, все окей. Что ж, теперь проверим финального босса. Это Магнус Карлсен, 2882, бот Магнус. Ну и мы то же самое поставим с подсказками. И случайный цвет у меня. Давайте черный выберу, раз там я играл белыми. А то он мне ставит белых специально. Давайте выберем черный. Поехали. Начинаем партию. И Е4. Ну, я буду играть все-таки по своей теории. С Магнусом болтать мы не будем. И играем французскую защиту. Дебют, который я знаю лучше всего. Слон выходит на Б4. Связывает коня. Е5, конь Е7. Это теория. Ферзи А4 сразу. Кстати, это... А, ну есть такая теория, да. На С5 тут ДС ходят. Это теория тоже. ДС, конь С6. Теоретический вариант. Пока что теорию я тут помню. Вот этот ход уже, по-моему, не теоретический. Давайте так. Он говорит про какую-то интуицию там. Так, если Д4. Тут Магнус, мне кажется, съехал с теории. А3, Ферзи А5. Пока что я не смотрю движок, потому что... Мне казалось, что вот эта вот теория была до какого-то момента. А, ну вот теперь пора смотреть движок. А, он пошел Ферзь А6, чтобы слона защитить. Я понял. Обычно там играют по-другому. Так. Он сказал, что лучший ход здесь не очевидный. Ну вот интересно, кстати. Что имеется в виду. Потому что, да, позиция уже стала сильно запутанная. В таких позициях, конечно, боты сильнее, чем люди. Но давайте думать. Мне кажется, что, во-первых, грозит конь Ф6. Во-вторых, где-то конь Д6 неприятный ход. Поэтому одна из моих идей, это пойти ладя же 6. Здесь, чтобы напасть на Ферзя его. Отогнать его куда-то там на Д2. И потом как-то конь Д5 залазить к нему. Потому что позволять конь Ф6 не хочется. Хотя он же так все равно, наверное, может пойти конь Ф6. Король Ц7, Ферзь Ф8, король Ц7. Жутковато выглядит. Но у него слон будет тогда висеть. Так. Ну что ж. Какие у меня еще варианты? Можно конь Д5 пойти. Чтоб коня на Ф6 не пускать. Но тогда конь на Д6 залезет. И там пешка Ф7 будет подвисать. И король Д7, конь Ф7, конь Е3. Такая есть идейка. Напасть на его слона. Ну или на Б4 пешку съесть. По интуиции кажется даже, что конь Д5 посильнее, чем ладья Ж6. Но как-то очень страшно этого коня пока убирать. Он тут короля прикрывает хоть как-то. Худо-бедно. Но может быть конь Д5 и нужно ходить. Либо ладья Ж6. Вот между этими двумя ходами я сейчас выбираю. Что ж. Конь Д5, конь Д6, король Д7. Если он бьет на Ф7, конь Е3. Перекрыть ферзя и слона. На взятие так. Давайте попробуем конь Д5. Мой ход конь Д5. В этой позиции. Смотрим, что скажет бот Магнус. Ладья Ж6 все-таки. Ну, в общем, сложный был выбор. Ладно, я пойду так, как я сказал, что я пойду. А, он даже шаг не дает на Д6. Обалдеть. Интересно. Вот тут я, кстати, думал конь Е3 пойти, чтобы перекрыть его и слона его забрать. Выглядит, конечно, это все очень так форсирующе. Может быть и не стоит. Король Д2, он, возможно, ответит на этот ход. Конь Ф1, ладья Ф1. Это мне ничего не дает. С другой стороны, если я играю слон Д7, то он пойдет конь Д6. Я уже не могу рокироваться. Мне нужно выходить. На Е7 очень страшно, потому что там под ферзь А4 всякие. Да, слон Д7 плохо. Ну, такая позиция сложная. Сложная очень позиция. Конь Б4 бить тоже не хочется. А, конь Е3 я не могу ходить из-за коня Ф6, наверное. Ну, тогда, может быть, здесь надо ходить ладья Ж6 уже. Чтобы хотя бы прогнать его ферзя, чтобы он слона перестал защищать. Давайте так пойдем. Да, комп согласен. Окей, погнали. И король Д7, я думаю. Король Е7 у меня как-то страшновато из-за ферзь А4. Хотя, кстати, подождите-ка. Король Е7 выманить ферзь А4, и тогда король Д7. И получится, что у него слон незащищенный. Вот это может быть умно. Ладно, мой ход король Е7, друзья. Давайте проверять. Нет, король Д7, говорит комп. Ну, ладно, тут было сложно выбрать между двумя. Все-таки ферзь А4 ходит. А я что-то не совсем понимаю, после король Д7, как он будет слона-то защищать. Типа король Д1, ну, может быть, такое ощущение, что я не против этого. Ну, король Д7, я думаю, точно надо играть. Что скажет компьютер? Да, король Д7. Король Д1, окей, хорошо. Да, Магнус согласен, что это интересная позиция. Я тоже согласен. Теперь у меня на Х7 висит. Как-то король Д1 этот ход я недооценил, что ли. Теперь висит пешка на Х7. И мне нужно как-то срочно включать в игру все остальные мои ресурсы тоже. Я, конечно, могу на Б4 съесть, но мне эта пешка не кажется сильно важной. Тем более, что этот конь мне, возможно, понадобится в защите на Е7, чтобы ладью защищать на Ж6. Соответственно, что делать? По ощущениям, позиция уже плохая. Если честно, может быть, А6. Правда, пешка Ф у меня тогда тоже зависнет. Не знаю, неужели может быть настолько все плохо? У меня все-таки качество лишнее, но ферзь застрял совсем. Может, надо ферзя как-то вытаскивать? Ферзь А4, ферзь Б4. Чем сложнее позиция, тем в ней, конечно, сложнее разобраться. По сравнению с ботом, которому все очевидно, по-человечески, конечно, тяжело. Может так? Ферзь А7, ферзь А4. Вот тут надо ход в ход считать. Ферзь Ф7, конь Е7, ферзь Е8. И я проиграл, похоже. Такое ощущение, что надо вообще бежать просто королем. На ферзь А7, слон Д7, ферзь Ф7 и как-то там держаться. Но, блин, это же не может быть хорошо. Тогда не совсем понятно, где я вообще никуда пошел. А6, слон Д3, ладья Ж2. Ну, а6, конь Ф7 будет просто. Ну, может, с другой стороны там тогда забрать пешку эту. Еще Б5, кстати, где-то у него есть ход, коня этого отогнать. Но я, правда, на Е7 пойду тогда. Хочется пойти к короле Т7, слон Д7, чтобы вторую ладью подключить. Но, скорее всего, это неправильно. Тяжело, друзья, здесь решение принять. Ну, что ж. Может, А6, конь Ф7. И тогда королем бежать. Тоже как-то не то. Ферзь А4 тоже, по ощущениям, чуть-чуть не то. Чтоб на Б4 пробить. Сразу пробить. Ферзь А7, ферзь А4, ферзь Ф7, конь Е7, ферзь Е8, и я теряю ферзя. Ладно, давайте фиг с ним. Король С7 мой выбор. Смотрим, что скажет комп. Х5. Ну, такой ход я вот не рассматривал совсем. Не совсем понятно, зачем отдавать пешку, и все те же самые угрозы сохраняются. Потому что ферзь А7 грозит, конь Ф7 грозит. Ну, ладно, я сказал король С7, так что пойду король С7. Б5 сразу. Да, почитал, что Магнус там говорит. Ну, мне надо конем прыгать. У меня два поля, Б4 или Е7. Конь Е7. Конь Е7 как-то поближе к королю, интуитивно кажется правильным. Конь Б4 поближе к его королю. Если я хожу Конь Е7, то о моей атаке я точно забываю. А Конь Б4, я как-то, шальные атаки какие-то могут у меня там пройти. Ну, против бота, конечно, надо ходить Конь Е7. Если бы я играл против человека, я бы, наверное, пришел Конь Б4. Давайте проверять, что скажет комп. Нет, Конь Б4 было правильно, блин. Ну, ладно, друзья. Пойду Конь Е7, как я уже вам сказал, что я схожу. Да, пешку он у меня тяпнул. Ну, и, видимо, позиция очень плохая. Надо развиваться. Слон Д7. А, слон Д7, С4. С4, ферзь А4, Б3. Сложно. Просто, видите, у меня Конь на Е7 подвисает. То есть, если сейчас будет С4, и мне придется уходить Конем, то я потеряю тут Коня. Соответственно, если слон Д7, С4, единственный шанс на ход какой-то ферзь А4, там Б3 будет. И у меня висит и Конь, и Ферзь. Наоборот, Ферзь, Конь. Конь С3, Шах, Король С2. Ну, и где-то там я теряю, наверное, фигуру. Ферзь А2, Король С3. Да, то есть, грозит С4. Ну, друзья, что я вам скажу? Тяжело с этим ботом Магнуса играть. Вот такие вот позиции запутанные. Тут просто у человека нет шансов против бота. Кстати, можно здесь пойти А5, отвлечь его. Что если он бьет, то тогда у меня Конь не висит, и я могу развиваться. А если он не бьет, то я грожу Лазя Ж4. Если это и есть то, что имел в виду бот тогда, то это просто высший пилотаж. Ну, давайте я пойду А5. Ой, я забыл. Ладно. А если тут? Нет, Комб говорил Король Б8. Я вот сейчас специально подсказку взял. Король Б8, но это тоже был неподъемный какой-то ход, потому что С4 ведь грозило. У меня две фигуры висело. Какой еще Король Б8? Ну, ладно. Теперь у меня висит Ферзь. Нужно его, соответственно, отводить. Наверное, на А2. Хотя можно на Б1 с какими-то этими атаками сюда, типа, все еще связку поддерживать. Ну, наверное, на А2 логичнее, чтобы С4 нигде не было. Хотя Ферзь А2, он слон С4. Ладно, я пойду Ферзь А2. Комб говорит Ферзь Б1. Ну, что поделать? Пойду так. На Ж3. Так. Блин, он так просто начал очень медленно играть. Я думал, он уже какую-то атаку смертельную будет проводить. А он начал просто развиваться потихонечку. Тяжело, тяжело, конечно. Давайте слон Д7 пойдем. Будем развиваться. Комб согласен со мной. Теперь он бьет здесь. Ну, ожидаемо. Я не знал, в принципе, как ее защищать. Надеялся, что он ее там когда-нибудь съест и потратит на это время. Может быть, конь Б4 поддавливать на пешку С, раз уж он снял удар с моего коня здесь. Мне же надо какую-то контр... 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 атаку сооружать где-то. Конь Б4, Ферзь Б1. Может быть, так как-то пойти. Ладью пока некуда подключать. На Ж8, разве что. Ну, на Ж8 особо и делать нечего. Давайте конь Б4. Мой ход конь Б4. Ладья Д8 комп говорит. Ну, ладья Д8 против этого коня на Д6. Я не вижу смысла ставить ладью. Разве что просто короля спрятать. Потому что ладья на Д8 работать не будет. Тут конь на Д6 мешает. Плюс ладья Д8 может коня в 7 съесть. И у меня ладья начнет на Д8 висеть. Как по мне, это неподъемный ход. Ну, давайте я пойду к конь Б4, как я сам и планировал. Упс. Какие двойные удары пошли. Да. Беда. Ну, Ферзь Б7 совсем нельзя допускать. Поэтому самое логичное конь Д5 на вид. Наверное, так и хожу. Что скажет? Вот. Да, конь Д5. Окей. Жадно он играет. Бьет все, что дают. Кстати, может быть, конь бьет С2 в надежде на Ферзь Б6, Ферзь Б3, Ферзь С2, Ферзь Ф3 и съел ладью. Последний шансик такой. Там Б6, конечно, он тут мне будет сейчас разваливать уже. Короля С... А, Б6 и конь Б5. Да, друзья, тут, наверное, уже все. Видимо, для этого ладья Д8 нужен был ход, чтобы нигде вот этой атаки не было и у меня не зависало. Но все вот эти ходы компьютера, они становятся ясны только через несколько ходов. Ладно. Ой, забыл у Компа спросить. Давайте спросим. Вернем на ход. Ладья же 8 все-таки надо было. Слон С4 играет бот Магнуса. Направил на моего Ферзя. Первая реакция отступить Ферзем сюда. Напасть на него. Ну, тогда будет, наверное, Б6, А, Б, Слон В5. Где-то. Ну, тут я думаю, что уже вообще шансов 0 у меня совсем. Раньше тоже было здесь, но тут совсем... Давайте Ферзь А4. Мой ход Ферзь А4. Конь А3. Ну, нет, такое я бы никогда не поднял. В чем вообще идея хода? Ладно, сюда. А, блин, Слон защищен конем. Ну, я забыл. Ну, ладно, друзья. В тяжелой позиции уже очень тяжело что-то делать. Ну, давайте. Мой ход Ладья Ж4. Тут уже уже ничего не сделаем. Он бьет. Ну, надо бить, наверное. Комб говорит не бить. Но это уж так. В плохих позициях компьютер тут как бы тоже ничего не делает хорошего. Ладья Д8. Я согласен. Ой, я забыл забыл сказать мой ход. Ну, тут уже не важно. Тут я уже проиграл. Да, тут уже совсем тяжело. Ну, давайте. Ладья Ф4 мой ход. Б6. Ладно, друзья. Что я тут без фигуры? Вторая фигура теряется. И все, проигран. Давайте просто зададимся. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь было. У меня, кстати, ноль ошибок, ноль зевков, ноль упущенных побед. Но при этом я проиграл вчистую. Просто вчистую проиграл. Давайте посмотрим, что пошло не по плану. Итак. Ферзь 7. Да, я так и знал, что это ошибка. Он рано свернул с теории. Магнус? А, Ферзь А5 это большая ошибка. Обалдеть. Я почему-то думал, что Ферзь А5 это и есть правильный план. Но тут он пишет Ладья Ж6. Я здесь даже не проверял. Я думал, что это просто теоретически белые ошиблись и все. А это оказалось, что у него просто выигранная позиция здесь. Ну, то есть я чувствовал, что она опасная. Но какие-то теоретические знания мне наоборот говорили, что где-то может быть все в порядке. А тут у меня просто стало проиграно с дебюта. Ну да. Компьютерные ходы здесь я не угадывал. Позиция просто супер запутанная. И в запутанных позициях сложно играть по компу. Так что тут все нормально. В первой партии у меня было сильно проще, потому что позиция не запутанная. А в таких позициях, конечно, делать нечего. Кому-то, может быть, было интересно послушать ход мыслей. Кому-то в целом было интересно посмотреть эти партии. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие еще эксперименты хотите увидеть у нас на канале. Ну и обязательно присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, в котором всегда выходят самые оперативные новости. Всем спасибо, друзья, кто посмотрел это видео. Всем удачи. Всем пока.